МВД России дало старт всероссийской акции «Твоя пятерка безопасности». Акцию подхватили и в Ненецком округе. Сотрудники полиции в игровой форме напомнили ученикам 2-го класса 4-й школы правила безопасного поведения, соблюдение которых позволит сохранить имущество, здоровье, а в некоторых случаях и жизнь. Вместе с ребятами разучивали правила поведения и наша съемочная группа. У доски сотрудник полиции. Шалить не рекомендуется. У ребят 2-го класса идет урок по арифметике безопасности. На этих уроках не поставят отметок, а контрольную работу по пройденному материалу, как правило, проводит сама жизнь. Чтобы дети были готовы к любой жизненной ситуации, необходимо объяснить элементарные правила жизни. Когда вы пришли куда-то, например, вы пошли из дома в школу, пришли в школу, обязательно позвоните родителям, я пришел в школу, все со мной хорошо, чтобы родители знали, что вы уже находите в школе. Ясно? На каждый вопрос лез с рук. Ребята хоть и учатся во втором классе, но ответ находят быстро. Свой, детский, непосредственный. Но важно то, что малыши четко знают правила жизни. И что незнакомым людям дверь домой открывать точно нельзя. Потому что он может тебя схватить и унести. Он может еще сказать, что тебя мама позвала на улицу, а сам зайти и все забрать. Еще с садика знает золотые правила безопасности и второклассник Николай. Говорит, в теме урока он как рыба в воде. Все узнать Николаю помогли его заботливые и ответственные родители. Еще в садике мальчику начали разъяснять правила дорожного движения и как надо вести себя, если остался дома один. Проверить знания сына мама решила на практике и устроила школьнику настоящий экзамен. Когда мы с ним ходим вдвоем в город, я стараюсь его немножечко вперед пропустить, чтобы со стороны за ним понаблюдать, как он проходит дорогу, как он смотрит на светофор, ориентируется ли он вообще в местности. И по моим наблюдениям, в принципе, он прошел этот экзамен. Всю важность вопроса понимают и учителя и уделяют этому вопросу большое внимание. В плане по воспитательной работе один раз в месяц запланирован так называемый урок безопасности, на котором учитель из раза в раз повторяет все заповеди жизни. В рамках этого проекта мы уже и в классе проводили классные часы на тему, безопасный путь в школу, безопасный путь из школы. Очень много говорили о вредных привычках, как сохранить здоровье детей, о правильном питании говорили. Подобный опыт в нашем округе первый. Осень – то время года, когда дети становятся школьниками. Их безопасность – первоочередная задача. Для того, чтобы и дети, и их родители не забывали про это, сотрудники полиции подготовили памятку по вопросам безопасности. Простые правила на каждый день помогут уберечь детей от неприятностей, а родителям прибавят немного спокойствия. Мы с детьми повторили правила соблюдения себя на дорогах, на улицах, в общественных местах. Также мы повторили правила как безопасности, так и поведения. Ребятам раздали памятки цветные, которые они также могут помочь любой ситуации, посмотреть и огородить себя от какой-либо несчастного какого-то случая. В конце познавательного урока сладкий приз – золотая медаль. Для ребят как пятёрка в дневник. В планах у стражей порядка провести подобные занятия во всех школах Нарьинмара. И хочется верить, что ребята эти уроки запомнят надолго и вынесут из них правильный урок.